Урожай пшеницы грозит снова стать громадным. Аграриям компенсирует 70% стоимости отечественных семян. Машиностроители хотят уже 20 миллиардов рублей на программу 1432. Доброго дня, друзья! Вы включили обзор главных аграрных новостей. В 2023 году это последний выпуск, поэтому смотрите его до конца. Как низко, как низко пала пшеница. На прошлой неделе индекс закупочных цен на базисе СПТ Новороссийск опустился до минимальной в этом сезоне отметки – 14 тысяч рублей за тонну пшеницы с протеином 12,5%. Такие данные приводит Национальная товарная биржа. При этом на базисе ФОП цены спроса на российскую пшеницу с поставкой в декабре-январе, напротив, несколько выросли. Они достигли 242-244 долларов за тонну, что на 3 доллара больше, чем на предыдущей неделе, сообщают в Росагротрансе. Тот факт, что цены движутся в разные стороны, объясним погодным. В декабре из-за штормов отгрузки происходят не так быстро, как хотелось бы. В прошлом году за декабрь удалось вывести 5,2 миллиона тонн зерна, но теперь о таком экспорте можно только мечтать. С 1 по 25 декабря за рубеж вывезено чуть больше 3 миллионов тонн зерна. Это на 27,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Так сообщается в мониторинге Российского Зернового Союза. В организации полагают, что за декабрь за рубеж будет отправлено только 3 миллиона 850 тысяч тонн основных зерновых культур, включая 3,2 миллиона тонн пшеницы. Впрочем, несмотря на провальные по экспорту ноябрь и декабрь, в этом сезоне, который начался 1 июля, мы все еще идем с опережением графика. По прогнозам Российского Зернового Союза, к 31 декабря будет вывезено 34 миллиона тонн зерна, что на 3 миллиона тонн больше, чем за первое полугодие прошлого сезона. Почему мы заостряем внимание на отгрузках пшеницы за рубеж? В первую очередь, потому что активные темпы экспорта позволяют разгрузить внутренний рынок, где к великим переходящим запасам в 2023 году добавился еще и великий урожай. На днях Росстат опубликовал предварительные данные, согласно которым урожай пшеницы составил 92,8 миллиона тонн, ячменя – 21 миллион тонн, ржи – 1,7 миллиона тонн, гречихи – почти полтора миллиона тонн, а в сумме урожай зерновых и зернобобовых составил 142,6 миллиона тонн. Урожай новых территорий в этой статистике не учитывался. И чем больше выпадает осадков, тем больше мы укрепляемся в мысли, что перетерпеть высокий урожай 2022 и 2023 годов не получится. Потому что следующий год тоже может принести очень большой валовый сбор пшеницы. На днях аналитическое агентство Савэкон повысило прогноз на следующий год на полтора миллиона тонн, до 91,3 миллиона тонн. В своем блоге агентство объяснило, что в большинстве регионов выращивания зимых погодные условия были благоприятными. Выпало 120-150% от нормы осадков, что повысило влагобеспеченность пассивов на юге и создало достаточный снежный покров в других регионах. В ближайшие две недели будет влажно и немного теплее среднемноголетних значений, поэтому вердикт Савэкона печален. При отсутствии погодных аномалий виды на новые урожаи остаются хорошими, что может начать оказывать давление на мировые цены к концу первого квартала следующего года. Впрочем, пока мировые цены демонстрируют тенденцию к росту. На прошлой неделе на очередном тендере ГАСК Египет закупил 480 тысяч тонн российской пшеницы по цене 265 долларов за тонну на базе СЕФОП. Зерно должно быть поставлено в течение февраля, а оплата растянется на 180-270 дней. Ассоциация Росспецмаш выступает за увеличение финансирования программы 1432 до 20 миллиардов рублей ежегодно. Такая новость появилась на портале ПолиРФ. До сих пор объединение машиностроителей заявляло о потребности в 15 миллиардов рублей, но, похоже, спрос на технику стал настолько низким, что желаемую сумму увеличили. Как объяснили в Росспецмаше, в 2023 году отечественные заводы смогли справиться с санкциями 2022 года и заместить компоненты сельхозтехники, но столкнулись с тем, что доходы аграриев упали. Финансирование программы 1432 при этом сократилось. В результате производство прицепной навесной техники снизилось на 20-30%. В Росспецмаше полагают, что в следующем году аграрии будут покупать технику, только если в этом будет критическая необходимость. При этом парк техники наших сельхозпроизводителей без того уже достаточно изношен. В нем много машин, которые эксплуатируются по 10-15 лет, объясняют в Росспецмаше. Среди мер неотложной помощи ассоциация называет 20 миллиардов рублей на программу 1432, предоставление аграриям кредитов по ставке до 1% годовых, гарантию минимальных цен на сельхозпродукцию и снятие ограничений для того, чтобы наша сельхозпродукция могла дойти до зарубежных рынков сбыта. У дилеров сельхозтехники в этом году тоже все складывается не слишком хорошо. На днях глава ассоциации «Осход» Александр Алтынов спрогнозировал, что в следующем году рынок упадет еще на 10%, причем как в деньгах, так и в количестве приобретенной техники. По его словам, до конца следующего года рынок могут покинуть около 100 из чуть более чем 600 дилеров сельхозтехники. Но наше внимание, честно говоря, больше привлекла другая фраза эксперта, сказанная порталу ПолиРФ, о том, что дилеры будут становиться более всеядными и продавать то, что раньше они, может быть, не хотели продавать. Программа 1432, как вы помните, компенсировала аграриям в разное время до 20% затрат на покупку техники. А вот с семенами Минсельхоз готов расщедриться и субсидировать аграриям целых 70% затрат. Но государственное финансирование будет распространяться не на все сорта или гибриды, а только на те, что созданы в рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства или ФНТП. На выставке в форуме «Россия» первый замминистр сельского хозяйства России Оксана Лут сообщила, что Минсельхоз в этом году получил более 40 заявок по ФНТП, чего никогда не было. Появление новых сортов и гибридов в рамках ФНТП ожидается уже в 2024 году. Еще одна новость в продолжении темы семян. Компания КВС РУС предупредила клиентов, что не сможет исполнить обязательства по договору поставки семян сахарной свеклы. КВС РУС будет вынуждена расторгнуть договоры, поскольку площадка по производству семян в Германии не прошла аудит в соответствии с требованиями Россельхознадзора и в соответствии с новым федеральным законом о семеноводстве. Национальный семенной альянс, который опубликовал эту новость, назвал действия КВС РУС очередной попыткой повлиять на российские власти. Альянс напомнил, что санкции и уроки весенней посевной 2022 года показали необходимость скорейшего достижения параметров доктрины продовольственной безопасности. Для этого Минсельхоз разработал комплекс мер, которые должны стимулировать производство семян отечественной селекции и гарантировать российским семенным компаниям их реализацию. В новом году правительство России поможет отечественным компаниям со сбытом не только семян, но и семени. Совет Федерации на прошлой неделе одобрил закон об ужесточении требований к импорту племенного скота и генетического материала. С 1 сентября следующего года, привозив Россию из-за рубежа племенных животных, семени или эмбрионов, необходимо будет подтвердить, что продукция является племенной и провести молекулярно-генетическую экспертизу для того, чтобы в Россию не попали животные или племенной материал с генетическими заболеваниями. Требование распространяется на все государства, за исключением тех, которые входят в Евразийский экономический союз. Российские производители семени и племенного материала, конечно, восприняли эту новость с большим позитивом, заявив, что теперь в Россию не будет поставляться всякий генетический мусор. Вот и все самые интересные новости на текущий момент. Этот обзор последний в 2023 году, поэтому предлагаем вам подвести итоги и рассказать в комментариях, чем этот год запомнился вам. Ну а мы представим свой список. Итак, цифра года 6 миллионов 741 тысяча тонн. Такой урожай сои собрали аграрии в 2023 году. По сравнению с 2018 рост составил 67%. Урожай зерновобовых культур в целом, без учета сои, тоже был гигантским – почти 6 миллионов тонн. Это плюс 73% к 2018 году. Объясняются рекорды как ростом пассивных площадей, так и планомерно растущей урожайностью. И это, дорогие сельхозпроизводители, ваша победа. Слово года – квота. В этом году внешняя торговля ограничивается по всем направлениям. Квоты на экспорт зерна, квоты на вывоз минеральных удобрений, квоты на импорт семян, квоты на импорт пестицидов, квоты на беспошлиный импорт мяса. Причем речь идет не только о говядине, но уже о мясе птицы и о куриных яйцах. Любые движения товаров строго регламентированы. Квоты стали серьезным инструментом регулирования рынка. В случае любых нештатных ситуаций правительство грозит сельхозпроизводителям или закрыть границы на экспорт или, наоборот, распахнуть их для конкурентов. Тенденция года – ограничения в интересах российского бизнеса. В прошлом году мы все испытали закономерный шок, когда вдруг выяснилось, что продовольственной безопасности Россия, конечно, достигла, но остается импортозависимой по семенам, агрохимии, по сельскохозяйственной технике, короче говоря, по всем средствам производства. Поэтому 2023 год прошел под знаком отрицания всего недружественного во благо всего отечественного. Поддержка российских производителей выразилась прежде всего в ограничении простора зарубежных компаний. Здесь ярким примером может служить требование по локализации семян. Человек года – это, конечно, первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. Именно этой улыбчивой женщине в 2023 году выпала участь больше всех комментировать нововведения и планы Минсельхоза России. Одни сыпали в ее адрес проклятие, другие чувствовали в Оксане Лут живой человеческий интерес к агропромышленному комплексу и пытались через нее донести до правительства проблемы агробизнеса. Отношения к Оксане Лут может быть разным, но бесспорно она стала Человеком года. Продукт года – куриные яйца. Товар, удорожание которого вошло в топ запросов Яндекса. Обсуждение цен продолжается уже несколько месяцев. По накалу страстей куриные яйца переплюнули даже дизельное топливо, которое сильно дорожало летом, а кроме того, мы столкнулись с его дефицитом. Восемь дел возбудили органы Федеральной этимонопольной службы против птицефабрик, которые, как полагает ведомство, незаконно повышали цены. Победа года – Китай. Самый крупный потребитель сельхозпродукции в этом году заключил с российскими органами власти ряд соглашений, которые должны в будущем открыть нам путь на рынок Поднебесный. Экспорт свинины, говядины, гороха и других бобовых культур – это то, что могло бы очень существенно поддержать российский рынок сельхозпродукции и стимулировать рост производства, потому что внутри России, к сожалению, стимулов уже не осталось. Болезнь года – афеоболезная корневая гниль. Это грибное заболевание злаковых растений. Было не характерно для Юга России. Но в этом году и в Ростовской области, и в Краснодарском крае сельхозпроизводители увидели на озимых полях пятна белых колосьев. Предпринимать какие-то действия, к сожалению, было уже поздно. Болезнь к тому же не лечится. Так что остается только надеяться, что в следующем году она обойдет нас стороной. Видеогода. Алексей Жданов, глава АККОР Ростовской области, с роликом «Не хочу дарить пшеницу по 12 рублей». Набрал он на нашем канале 192 тысячи просмотров. В этом видео фермер говорил о том, что пропускать пшеницу через откорм скота мясных пород гораздо выгоднее, чем продавать зерно. И призывал регионы с низкой урожайностью заняться маточным поголовьем для получения телят. Видео было снято на конференции «Корма и деньги», которую мы проводили в Ростове-на-Дону. Цитата года. На эту позицию у нас было много вариантов. Запомнилась фраза представителя Российского зернового союза Елены Тюриной, которая сказала, что 90% зерна вывозит топ-10 экспортеров. Сорвала овации также реплика министра экономического развития Максима Решетникова, что рентабельность сельского хозяйства сопоставима с нефтегазом. Но победил в этой номинации Сергей Серебряков, глава Петербургского тракторного завода, который сказал то, с чем нельзя не согласиться. Надо дать аграриям достойный доход, а без этого субсидии выглядят как костыли. Заканчивая этот выпуск, от имени редакции канала Агробук желаем вам получить этот самый стабильный, понятный и достойный доход. Все вы настоящие фанаты своего дела, но на одном энтузиазме, к сожалению, далеко не уедешь. Так что пусть рынок в наступающем 2024 году даст вам возможность расти и развивать свое дело. Ну и напоследок, несколько поздравлений от друзей канала. Уважаемые коллеги, агроклуб знатоков, хочу вас поздравить от всего сердца с наступающим Новым Годом, пожелать всем крепкого здоровья, новых достижений в 2024 году. Ну и, конечно, самое главное, чтобы вы сохранились, никто не ушел с арены. Я буду рад всех встретить здесь в подведении итогов 2024 года в декабре месяце. Удачи всем еще раз, процветания и получения больших прибылей. Год был, как год, уже не знаю, как сравнивать, знаете, все относительно. Поэтому с каким годом сравнивать? Поэтому достаточно по урожаю был хороший, по разным культурам. В принципе, мы сработали по верхней планке, если говорить про наше хозяйство. Опять же, цены тоже были разные. Надо ловить момент теперь для удачной продажи. Поэтому прожили, все к Новому Году уже подготовили, все заложили, все закупили. Так что ждем. 2024 года, надеемся, что каких-то новых сюрпризов не будет. Хотя бы новых не будет. Хотя бы пусть вот так будет. Коллегам прежде всего крепкого здоровья, коллегам пожелаю. Потому что если не будет здоровья дальше, все остальное вообще нет смысла заниматься. Ну, в хорошей погоде максимально комфортной и предсказуемости какой-то нам... Ну, вот просим, дайте нам просто хотя бы уже предсказуемость. То есть, чтобы хоть какие-то правила игры зафиксировали бы на 5 лет, чтобы это было какое-то понимание. То сегодня надо выращивать твердую пшеницу, завтра экспорт ее запретили. То есть, еще какие-то такие моменты, чтобы мы хотя бы какой-то вектор определились и двигались дальше. Мы-то выживем, понятное дело. Будем не так-то приспособимся как-то. Были действительно и более тяжелые времена. Просто мы уже привыкли к каким-то стабильности какой-то. Сейчас немного попали в зону турбулентности. Ну, надеемся, что эта зона турбулентности закончится в 2024 году. Ожидается много событий в 2024 году, таких глобальных для мира. И надеюсь, что мы в 2024 году уже к концу года соберемся и скажем, теперь едем спокойно, живем, планируем. На ближайшие 5-10 лет можем построить планы. Пока таких далеко идущих планов, к сожалению, мы не можем построить. Для меня и для нас был год очень интересным, потому что погодные климические условия позволили сделать огромный анализ экологического сорта испытаний наших сортов по всей нашей стране. И не только в связи с погодными климическими условиями выбрали сорта, которые устойчивые, адаптивные, ну и так далее, что позволит нам в будущем уже делать корректировку для селекционного процесса. Вдохновляют дети, потому что дети – это наше будущее, и дети – это наши сорта, которые, как и наши дети, тоже заставляют смотреть. И, ну как, сапожник без сапог, мы должны создавать то, что будет приносить пользу. А если это не приносит пользу, никакого вдохновления нет. Поэтому каждый год мы передаем около 14 сортов различных пшениц по многим регионам. И вдохновляет меня то, что эти сорта востребованы в производстве. И я надеюсь, что это продлится и дальше. Сельхозпроизводителям я пожелаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Потому что все остальное – это решается. Как говорят древние евреи, говорили, все, что можно купить или каким-то образом подкупить – это не проблема. Проблема – это то, что нельзя. Здоровье – это самое главное. Будет и пшеница, и урожай, и все остальное. Главное – это здоровье. До новых встреч, друзья! Веселых праздников и увидимся в январе! Субтитры подогнал «Симон»!